Казахстанцы стали умирать чаще. К такому неутешительному выводу пришли аналитики Ранкинг Киезет. В прошлом году в стране умерло больше 180 тысяч наших граждан. Годом ранее ситуация была все-таки другой. И это при том, что именно тогда, в 2020-м, мы все столкнулись с неизвестным вирусом. Мы не знали, как поддерживать свой организм. У нас не было вакцины, в конце концов. Моя коллега Айгирим Мукашева задалась вопросом. В чем причина? Это такие последствия коронавируса, которые нам аукаются? Или что-то иное бьет по нам? Болезни сердца и сосудов остаются главными причинами смертности во всем мире. Эксперты Вашингтонского университета провели интересные исследования. Изучили уровень жизни нескольких стран. Зарплаты, в том числе возможность покупать полезные продукты, привычки, как хорошие, так и вредные. Конкретно по нашей стране выдали заключение. Если казахстанцы не поменяют образ жизни, болезни кровообращения останутся главной причиной смертности на ближайшие 20 лет. Минимум. В Казахстане много людей с лишним весом. Особенно женщин, заявляет кардиолог Ахмеджан Сугралиев. Опасность в том, что жир скапливается не только под кожей, но и на внутренних органах. Это приводит ко многим недомоганиям. Но чаще всего к серьезным болезням сердца и сосудов. Убивает их и курение. Популяция в Казахстане курит больше, чем какие-либо другие страны. Это фактор риска развития раннего атеросклероза. Мы знаем, что курящий, то есть пациент, курящий пациента, очень высокий риск развития, то есть ампутации ног, да, то есть он потеряет ноги, то есть, да, у него очень высокий риск развития инсульта, инфаркта. Как и у любителей спиртного, алкоголь сгущает кровь, способствует развитию тромбозов. Так еще и застолья казахстанцев, как правило, не обходится без изобилия жирной пищи. Сердца и сосуды работают на пределе. Такой образ жизни настолько разрушает систему кровообращения, что доходит порой до гангрены ног, рассказывают кардиохирурги. Ну и само собой, инфаркты, инсульты. Из-за неправильного и малоподвижного образа жизни система кровообращения работает на износ. Однажды не выдерживает и отказывает. Тут либо внезапная смерть, либо инвалидность. Смертность от болезней системы кровообращения в Казахстане за год увеличилась на 18%. Сыграл свою роль здесь и коронавирус. Повид, естественно, увеличил количество именно тромботических сердечно-сосудистых осложнений. Это вирус, который очень идет в легкие, поражает все. Причем поражает легкие двумя способами. Первое, что он поражает дыхательные пути, петели дыхательных путей. И второе, еще в легких очень много сосудов. Он поражает сосуды. Причем поражает сосуды не только в легких, но и в головном мозге. У людей, болеющих или уже перенесших коронавирус, встречаются нетипичные тромбозы. Например, в Казахстане с начала пандемии значительно выросло количество венозных инсультов. Главная причина, утверждают врачи, в том, что у казахстанцев нет привычки следить за своим здоровьем. Мало того, что пока не заболит невыносимо, многие в больницу не придут. Так еще, даже если знают о диагнозе, не стараются лечить. Кардиологи говорят, больше половины тех, кого приводят на скорой, на грани жизни и смерти, о своих недомоганиях знали. Но таблетки пить забывали, за давлением не следили, на приемы к врачам не ходили. После жалели. Но было уже поздно. В прошлом году болезни сердца и сосудов унесли жизни 43 тысяч казахстанцев. Агири Макашева, Дмитрий Рура. Специально для Студии 7.